Итак, у нас с вами сегодня вебинар «Дзен. Пищеварение», который по-другому можно было бы назвать как «Забота о пищеварении». Мы с вами сегодня будем говорить про очень интересные факторы, влияющие на наше пищеварение. И с вами, как всегда, я, Елена Голубева. Многие до сих пор спрашивают про меня, откуда я, кто я. Я решила на новых наших вебинарах всё-таки более подробно представляться, чтобы было понимание для новых участников. Значит, я специалист с очень уже многолетним стажем, более 20 лет я в сфере и целительства, и энерготерапии, провожу тренинги по этой теме, обучаю. У меня есть своё сообщество целителей, где мы работаем с людьми, занимаемся профилактикой заболеваний и исцеления. Я сама аромапсихолог уже 24 года, являюсь профессиональным коучем, астропсихологом, да, то есть очень многие даже заболевания смотрю, использую такие астрологические инструменты, да, такие как астрогенетика, для того, чтобы посмотреть ещё и откуда растёт, откуда растут многие того или иного заболевания, травмы и так далее, потому что это всё вшито в нашу натальную карту. Ещё я являюсь специалистом по биопсихосоматике новейшей германской медицины, то есть это ещё один способ диагностики очень многих состояний и заболеваний. Мне эта тема очень нравится, очень близка, я продолжаю её изучать, продолжаю обучаться по всему миру. Всё это, естественно, подкрепляя все свои навыки научными исследованиями, данными самыми новейшими, но и также я специалист, я работала 20 лет в нефтегазовой индустрии, да, говорю на шести языках, очень много путешествую и работаю офлайн и онлайн по всему миру. То есть я являюсь мастером рейки, мастером очень многих целительных методик и являюсь автором также онлайн-центра, который сейчас функционирует и в котором я также обучаю целительным методикам. Это очень вкратце я так рассказала про себя. Ну что ж, давайте тогда ещё самое важное, что многие спрашивают, откуда я? Я из Баку, я живу в Азербайджане, но тем не менее работаю со всем миром и, как я сказала, путешествую тоже по всему миру. Сегодня мы с вами поговорим про пищеварительную систему, про причины заболеваний пищеварительной системы, симптомы заболеваний пищеварительной системы, поговорим с вами про психостоматику заболеваний и различные альтернативные методы, с помощью которых мы можем работать со своим телом, с какими-то заболеваниями, даже устранять риски определенных заболеваний. И в конце у нас с вами будет энергетический сеанс. На самом деле это целительный сеанс, который у нас будет только для участников сегодня. То есть в записи этого сеанса не будет. Это достаточно сильный сеанс, подарок от меня. И мы его будем повторять на каждом вебинаре. Но такой сеанс будет доступен только для тех, кто будет присутствовать в онлайн-формате, вживую по определенным причинам. И в конце я вам расскажу перед сеансом, что это за сеанс и что нужно будет с вашей стороны для того, чтобы его принять. Ну что ж, у нас с вами в принципе цикл таких оздоровительных вебинаров уже проходил. Но каждый раз какая-то информация дополняется, что-то новое, какие-то новые медитации я добавляю, какие-то новые, вот как сегодня сеансы буду добавлять. И поэтому с каждым разом всё равно, даже если мы прослушиваем один и тот же вебинар, мы всё равно слушаем каждый раз, слышим что-то новое для себя. И вот, кстати, про пищеварительную систему. Мы знаем с вами, что пищеварение – это совокупность процессов механической обработки пищи, расщепления питательных веществ и всасывания образовавшихся продуктов. И основная функция пищеварительной системы заключается в том, чтобы принимать пищу, обрабатывать её механически и химически и усваивать питательные вещества, а не переваренные вещества удалять из нашего организма. И вот, кстати, про это мы сегодня с вами будем очень много говорить, очень подробно говорить, потому что вот эта функция переваривать, усваивать нужное и удалять ненужное – вот это очень важно. Вот на этом моменте, пожалуйста, прям, вот кто записывает, да, делает какие-то заметки, это прям запишите, потому что когда мы сейчас будем пищеварение рассматривать в плане психосоматики, на этом моменте я буду заострять ваше внимание. И пищеварительная система человека очень чувствительно реагирует на любые изменения, как внутренней среды всего организма, так и всего внешнего мира, часто доставляя массу неудобств человеку. И когда, вы знаете, вообще вот все системы, я всегда об этом говорю на вебинарах, да, все системы организма человека друг с другом взаимосвязаны. И часто мы даже можем не понимать, что у нас болит, где у нас проблема. Потому что, например, проблема, боль в опорно-двигательном аппарате может давать боль, которая будет отдаваться, например, в животе, да, и кажется, что болит желудочно-кишечный тракт, но на самом деле это потому, что там проблемы в какой-то грыже, да, или там растянули мышцы поясницы, и поэтому такая вот боль. Поэтому вот это, конечно, да, очень важно вовремя осознавать, какая система организма даёт сбой, и очень важно вовремя с этим работать. То есть вот вообще красная ниточка всех вебинаров, которые я провожу, да, оздоровительных, это осознанность, когда мы осознанно относимся к своему телу, когда мы осознанно ощущаем любые симптомы, сигналы, которые подаёт нам наше тело. И когда мы вот находимся в этой осознанности, то мы можем на самом деле очень чутко чувствовать, допустим, на какой продукт реагирует моё тело. Вот я сейчас очень много примеров буду приводить также из своей жизни, потому что когда я в своей жизни, особенно за последний год, устранила достаточное количество ненужных продуктов из своего рациона, я начала очень чутко понимать, вот из всего того, что я принимаю, да, если я чувствую какой-то дискомфорт, мы говорим сегодня про пищеварение, да, вот что, какой продукт даёт мне дискомфорт. Вроде бы все те продукты, которые лично мне давали дискомфорт, я исключила, я увидела результат в самочувствии, в симптоматике, в общем, по телу, да, но из всего того, что всё ещё есть, допустим, ну, скажем так, что-то в течение дня я, например, принимаю, и вдруг я ощутила какой-то дискомфорт. Я уже могу чётко понимать, что мне ещё не подходит, потому что когда мы питаемся всем подряд и достаточно очень, ну, нерационально, то очень трудно отслеживать, какой именно продукт мне даёт какой-то дискомфорт, да, и почему. Но вот когда мы уже лишние вещи начинаем убирать, а если не буду рассказывать, какие базовые вещи вообще необходимо исключить из своего рациона, то из оставшихся продуктов мы также можем дальше отслеживать, что мне всё-таки подходит и что мне всё-таки не подходит. И какие основные заболевания? Вообще заболеваний очень много и по дыхательной системе, и по нервной системе, и по пищеварительной, и по опорно-двигательному аппарату. Ну, естественно, когда мы говорим про пищеварение, это все заболевания желудочно-кишечного тракта, пищеварительной системы. Самые основные, которые сейчас вообще у очень многих людей существуют, это гастриты, колита, пакреатит, 12-перстная кишка, язвенная болезнь, дискбактериоз, синдром раздражённого кишечника, есть ещё синдром дырявого кишечника. То есть достаточно такое большое количество. Но, в принципе, симптомы обычно, вы знаете, что повторяются у многих людей, особенно сегодня, опять-таки, повторюсь, хронические стрессы, сейчас мы об этом будем говорить, неравномерное питание, неполноценное питание, невовремя питание, всё это даёт людям совершенно по всему миру и вздутие, и метеоризм, и изжогу-отрышку, тошноту, изменение веса, само собой, разумеется, расстройство стула, конечно же, и боль, часто боль тоже непонятного характера. Причём она может там кольнуть, здесь кольнуть, и не всегда понятно, что же это со мной происходит. Но мы должны понимать, что и пища, которую мы сегодня принимаем, часто неосознанная. Она тоже, конечно, не первозданного качества. Макдональдсы, бургеры, хлебобулочные изделия, это всё, конечно, хотите вы или не хотите, даёт постоянно вздутие, газообразование, метеоризм и так далее. И, конечно же, есть ещё очень много трудно диагностируемых заболеваний. Я, честно говоря, часто стала сталкиваться с такими случаями, когда приходит клиент ко мне и говорит, ну, у меня там проверили всё, а диагноз так и не поставили. То есть вот сейчас мы с вами живём вот в таком мире. И, конечно же, когда мы говорим про осознанность, то очень важно начинать осознанное отношение к себе, к своему телу, к своей жизни, к своему питанию, с себя. Потому что кроме нас, для нас это никто не сделает. И никакой врач за нас не будет правильно питаться, никакой там целитель, никакой аромапсихолог и психолог. То есть всё зависит только от нас. И только мы можем определёнными маленькими шагами начать возвращаться в нашу осознанную жизнь. То есть почему я говорю возвращаться? Потому что мы все с вами сейчас уже находимся. То есть сюда, естественно, что дети не пришли на этот вебинар. Сюда пришли взрослые люди, включая меня, которым уже там определённое количество лет. И, конечно же, за эти все годы мы с вами грешили. И забывали покушать, и забывали выпивать чистую воду, и забывали пройтись, прогуляться, подышать воздухом. То нам жарко, то времени нет. И, знаете, я за последние два года, на самом деле, у меня очень сильно замедлила жизнь. Она действительно перешла в очень такой осознанный формат. Раньше это были постоянные... То есть я действительно очень вела очень активный образ жизни. Сейчас он не менее активный, но он больше... То есть формат всё-таки поменялся. И я сейчас, когда с новой призмой себя как бы смотрю на другой мир, на других людей, то я замечаю, что, боже мой, а вот ведь я же тоже так жила. Я тоже жила в таком формате, когда я буквально успевала перекусить что-то за 10 минут, причём это часто было что-то хлебобулочное, и дальше мне нужно было продолжать работу, а сейчас нет. Сейчас я у себя на первом месте. И когда я, допустим, говорю там про важность прогулок, свежего воздуха, мне говорят, мы не успеваем, потому что у нас работа. И вот здесь я, опять-таки, уже с новой призмой себя, своего состояния, задаю вопрос, где вы у себя на первом месте? Потому что даже когда я очень работала и постоянно перемещалась, я ощущала, что когда я половину 12-го заканчивала свой рабочий день, и у меня болели мышцы, и мне прям хотелось походить на свежем воздухе, размять мышцы, я это делала. И вот здесь всё-таки вопрос, насколько я осознанна в своей жизни, у себя в списке приоритетов. На первом месте я, или на последнем месте я в своей жизни. Поэтому базовые понятия, которые мы все знаем, но почему-то мы их не делаем, да, это уже вопрос к нам. Насколько мы ответственны, осознанны по отношению к себе. Ну и с чего мы обычно начинаем? Это физическая активность, и если она отсутствует, то уже, то есть вообще я всегда говорю о том, что любую болезнь, любое заболевание, любое психологическое заболевание, травму, можно убрать одной лишь физической активностью, нагрузить себя спортом, нагрузить себя кислородом, подвижностью, любимым делом, и всё. Вам никакой психотерапевт, психолог не понадобится. Это действительно факт. Сейчас не буду углубляться в подробности, почему это, но поверьте мне, это так. Поэтому основные причины, которые вообще не только влияют на наше здоровое пищеварение, а и на наш опорно-двигательный аппарат, на наши дыхательные системы, конечно же, базовые привычки. Это физическая активность, да, и если её нет, то, естественно, начинаются какие-то этапы. Сначала у меня нет энергии, потом у меня всё хуже и хуже, потом мне уже трудно вставать с постели, хочется, только встал, опять хочется лечь, да, то есть вот это очень влияет. Несбалансированное питание, да, тоже мы знаем, это стрессы. Стрессы – это тоже наш враг номер один. И опять-таки вы сейчас можете сказать, что, ну, легко говорить, да, но вот это тоже проосознанное отношение, потому что насколько мы создаём в своей жизни условия осознанно, да, чем мы себя окружаем, какими альтернативными методами, практиками, чтобы даже когда стресс, если он наступит в нашей жизни, чтобы он проходил мягко, и чтобы у нас были внутри себя и рядышком с нами все инструменты, чтобы работать с любой стрессовой ситуацией. Сейчас я о них тоже расскажу. Пагубные привычки – алкоголь, курение, сладкое поедание, мы всё это тоже знаем. Патогенная микрофлора, экология – это то, на что мы, в принципе, не можем никак повлиять, но это влияет на нас. Вредные вещества, да, токсины, химикаты, неправильный образ жизни, когда мы неправильно сидим за рабочим столом, когда мы лёжа работаем, когда мы, скажем, ну, то есть не следим за тем, как мы, например, одеваем каблуки целый день, хотя можно было бы обойтись более лёгкой обувью, да, то есть не щадим себя, не щадим свой опорно-двигательный аппарат. Наследственность, аутоиммунно-эндокринологические заболевания и, конечно же, побочные явления от любых лекарственных препаратов. Всё это влияет на наше пищеварение. Причём здесь очень важно понимать, что есть вещи, на которые мы можем повлиять, и это такие вещи, как начать физическую активность в своей жизни, начать питаться правильно, окружать себя единомышленниками, инструментами, альтернативными методами. И тогда очень многие говорят, что вот гена-гена, да, то есть болезнь, она переходит через гены, да, по наследству. В принципе, да, но сейчас уже все учёные говорят о том, что если даже есть ген, отвечающий за какое-то заболевание, то если вы ведёте достаточно осознанный образ жизни, да, и живёте по всем этим параметрам, ведёте здоровый образ жизни, минимизируете стресс, занимаетесь духовным развитием, практиками, то гены определённого заболевания могут даже не включиться у вас, да, и даже если это было у бабушки, там, прабабушки и так далее. И, то есть это те все факторы, которые зависят от нас, что мы можем для себя сделать. Если же есть факторы, на которые мы не можем влиять, это какие-то экологические факторы, токсины, да, то, что мы вдыхаем, какой воздух мы вдыхаем, но даже здесь сейчас уже есть тоже очень много плюсов, потому что, например, мы говорим с вами про компании, которые сейчас всё больше и больше открываются, которые выпускают экологическую продукцию, экологические продукты для дома, для бытовой химии, например, да, где уже минимум химикатов и максимум правильных веществ в составе, да, и здесь просто нужно от нас немножечко усилий, чтобы прочитать, начать этим пользоваться, покупать, приобретать и так далее. Потому что если всё это не начинать делать, то со временем, конечно же, это начинает ухудшать нашу жизнь. Конечно, когда у нас пищеварение не в порядке, когда у нас дутье, метеоризм, мы не можем нормально путешествовать, мы не можем есть любую пищу. Не то, что мы осознанно, например, отошли от какой-то пищи, допустим, от сахара, от хлебобулочных, а то, что мы вообще, в принципе, любую пищу, которую начинаем есть, она вызывает у нас дискомфорт, вздутие, и это тоже приводит к сложностям в личной жизни, в работе падает самооценка. У женщин больше всего падает самооценка, потому что ухудшается внешний вид, ломаются ногти, ломаются волосы, тусклый цвет лица, да, то есть такой земляной прям цвет лица, пониженные либи, да, ну, то есть кожа выглядит не так, как надо, отсутствие настроения, конечно же, снижение иммунитета, нарушение сна, то есть бессонница, сейчас это вообще повально у очень многих, боль в мышцах, боль в суставах, да, то есть это ещё некоторые, скажем так, факторы, которые я перечисляю. Если у вас есть какие-то вопросы или комментарии, пожалуйста, пишите, я буду в процессе отвечать. И какие методы нам помогают начать улучшать свой образ жизни? Конечно, режим питания. Более подробно сейчас расскажу, как влияет режим питания на нашу жизнь. Опять-таки, всё это мы делаем осознанно, а не потому что нам кто-то рассказал, где-то написано, да, или потому что нужно, потому что я заболел, а потому что я осознанно к этому подхожу. И вы знаете, на самом деле, как это классно, когда ты ведёшь такой образ жизни, видишь результаты, и тебе прям не хочется обратно к старому, когда ты кушал сладкое повально, и хлеб и так далее. Спорт, ходьба. Когда мы начинаем ходить, если, например, заниматься спортом 2-3 раза в неделю, то есть через 3-4 недели вы уже не захотите по-другому, ваше тело уже привыкнет к этому, как бы ни было сначала трудно, потом вы без этого не сможете. Вы не сможете не делать ваши 10 тысяч шагов, это примерно 8 километров. И ваше тело будет выбирать спорт каждый раз разный. То есть, например, в какой-то момент ваше тело будет хотеть заниматься в зале спортом. В какой-то момент тело ваше скажет, я хочу, чтобы ты пошёл на бассейн или на пилатес. И если вы осознанно улавливаете сигналы вашего тела, вы будете прямо это очень ощущать, вот эти сигналы, и вы будете следовать этим сигналам, и ваше тело будет вам благодарно. Обильная чистая вода, питьё, минимизировать стресс. Опять-таки, что значит минимизировать? Это, конечно, есть факторы, где мы не подвластны этому, но опять-таки иметь при себе инструменты, осознанно даже… Что такое стресс-менеджмент, управление стрессом? Это осознанный подход к тому, что да, я признаю, что стресс есть, но у меня для этого есть все инструменты. И даже если каких-то нету, то я в процессе. Я хожу на вебинары, я хожу на семинары, я там пользуюсь ароматерапией, я там делаю то-то, то-то, медитацию, хожу на спорт, потому что я понимаю, что всё начинается с меня. И если мне будет плохо, завтра я не смогу помочь рядом человеку, которому ещё хуже, и нужна будет моя помощь. Поэтому важно понимать, что всё начинается с нас. Дальше. Обязательно наблюдаем за уже имеющимся заболеваниями, пытаемся их устранить. Кто-то пытается устранить более щадящими альтернативными методами, опять-таки через энергопрактики, духовное развитие, альтернативные методы. Кто-то, например, очень любит, как я, я специалист по методике биопсихосоматика, новейшей германской медицины, помимо того, что я ещё целитель, да, очень многих направлений. И если, допустим, мой клиент хочет осознанно пойти в заболевание, узнать корень, почему возникло заболевание, когда, что в моей жизни послужило возникновению этого заболевания, то мы туда осознанно идём. Это такая прям долгая, интересная терапия, достаточно увлекательный процесс. И очень сложный, и сейчас я тоже про него расскажу, сложный в каком плане? Не сложный, а комплексный. То есть там реально очень комплексный подход. А дальше любые альтернативные методы, как энергопрактики, медитации, целительные методики. И вот обязательно, что бы мы с вами не делали из этого всего, нам очень важно разобраться в причине, почему то или иное заболевание, в том числе, например, заболевание в пищеварении происходит в моей жизни, почему у меня постоянно сдутие. Вроде бы я убрала сладкое, углеводы, хлеб, вроде бы я начала заниматься спортом, а проблема не уходит. И вот здесь очень важно тоже обратиться к специалисту и посмотреть всё-таки, разобраться в причине. Причине, чтобы понимать вообще, чтобы завтра этого не повторялось. И основные моменты, которые вообще нужно навсегда убрать из нашей жизни, это сахар, это глютен, это лактоза и это быстрые углеводы. Это хлеб, хлебобулочные, да, и лактоза, вот многие недооценивают лактозу, но я, например, заметила в своей жизни очень большой сдвиг, когда я у меня был, то есть я убрала вот эти все моменты из своего рациона, да, но очень большой прям эффект дополнился, да, тогда, когда я убрала лактозу, это молочные, йогурты, сыры и так далее. То есть у кого есть какие-то заболевания, на этот момент обязательно обратите, обязательно обратите внимание. И вот здесь я тоже хочу привести пример. У меня была клиентка, у которой было эндокринологическое заболевание, инсулинорезистентность, и мы представьте себе, только через осознание ее ситуации, почему у нее резистентность к инсулину, какие стрессы, факторы на это повлияли, сколько лет они длились. Вот это все мы с ней прорабатывали, а потом мы подключили тоже здоровый образ жизни, ходьбу, мы подключили осознанно это все, она убрала сладкое. И вот посмотрите, если вы увидите в левой табличке, у нее там прям повышенный уровень, при норме, по-моему, до 2, по-моему, или 2.7, в общем, у нее было 3.2 повышенный, и буквально через месяц или полтора у нее уже пришел он в норму. 1.4 – это абсолютная норма у нее была. То есть, опять-таки, ни лактоза, ни сахара у нее уже на тот момент в организме не было. И вот, да, сон, кстати, здесь очень важен. При любом заболевании сон вовремя ложится, рано вставать. Важно, чтобы это был глубокий сон, перед сном, естественно, желательно, чтобы последний ужин был у нас там 6-7 часов. Говорят, за 2 часа до сна, но я немножечко в это не верю. Поэтому лучше всего, чтобы последний ужин был там 6-7, полвосьмого вечера. И, конечно же, перед сном прогуляться, сделать 10 тысяч шагов. Не всегда они должны быть быстрыми, иногда можно просто спокойно гулять, в зависимости от того, что требуется сегодня вашему телу. И вот эти все рекомендации, выполняя, осознавая причину какого-то заболевания или дискомфорта внутреннего, мы можем совершенно спокойно привести себя в баланс. И используют даже такие методы, как психосоматика, энерготерапия, целительство, работа с мышлением обязательно, и ароматерапия, куда же без нее. В рамках ароматерапии мы, кстати, сегодня с вами как раз-таки и говорим. И если говорить про пищеварение, психосоматику заболеваний по пищеварению, то красной ниточкой, прям одним предложением, можно здесь провести такую черту. Я не могу переварить. То есть что-то у меня болит, у меня вздутие, у меня там проблемы, ЖКТ, я не могу переварить. И это прям основное. Но если мы с вами пойдем уже совсем дальше, например, по методу биопсихосоматики новейшей германской медицины, там вообще мы очень комплексно работаем, и там в принципе любая болезнь желудочно-кишечного тракта, 12-перстной кишки и так далее, там затрагивается некий кусковой конфликт. Потому что любая болезнь, любое заболевание – это внутренний конфликт в голове. То есть какой-то в моей жизни произошел внутренний конфликт, что-то я не могу отпустить, и поэтому это у меня дает создание какого-то заболевания. И в плане пищеварения, по биопсихосоматике новейшей германской медицине, мы говорим про некий кусок, кусок, который я не могу переварить, или как кусок, то есть какая-то часть жизни, что-то у меня отнимают, что-то мне недодали, и там прям в зависимости от заболевания, его название, в какой стадии он находится. Мы прям уходим вглубь и начинаем прям расшифровывать, с чем связано то или иное заболевание конкретно, то есть с какой проблемой в жизни связано это заболевание. То есть здесь мы сегодня в рамках этого вебинара говорим с вами в общих рамках, не могу переварить, что-то связанное с пищеварением, что-то я не могу переварить. Но там, если уже мы смотрим на отдельные заболевания, там прям комплексно мы расшифровываем, прям выходим на внутренний конфликт и начинаем с ним работать. И вот сегодня мы с вами как раз-таки затронем один из, даже мы с вами затронем два сегодня метода альтернативных. Второй метод – это будет наш целительный сеанс, который я для вас сегодня проведу. А первый метод – это будет ароматерапия, ароматерапия, где мы с вами говорим про две смеси. Я затрону всем известные, многие уже постоянно приходят на вебинары, на курсы и знают эту информацию очень хорошо. Это смесь Digest Zen, Zen пищеварение – это пищеварительная смесь, которая у нас ухаживает за нашим пищеварением, пищеварением, пищеварительной системой, заботится о нашей пищеварительной системе благодаря тем эфирным маслам, которые входят в состав этой смеси. И у нас есть курс «Семейная аптечка» отдельно по ароматерапии, наш базовый курс, где мы на одном из занятий полностью даже, то есть я даю информацию по каждому эфирному маслу и как оно влияет на нас, почему именно это масло входит в состав данной смеси Zen пищеварения. Это такие эфирные масла, как анис, мята, имбирь, фенхель, кориандр, тмин и так далее. И в целом энергетика этих масел, она тоже подобрана не просто так, потому что в целом энергетика этой смеси, она как раз-таки работает на то, чтобы устранять некий наши внутренние конфликты на уровне психосоматики. Если говорить про физические, физиологию, то эта смесь помогает тоже благодаря эфирным маслам в составе, облегчает расстройство пищеварения и способствует здоровью пищеварительной системы, помогает при расстройствах желудка, кишечника, уменьшает газообразование, вздутие живота, метеоризм, защищает печень и в целом является антибактериальным, противоглибковым, противопаразитарным, дезинфицирующим, антисептическим, противовоспалительным и спазмолитическим средством. То есть это средство можно… Более подробно мы рецепты этой смеси с вами, вы знаете, мы изучаем на курсе «Семейная аптечка», там прямо домашние задания я даю, и рецепты я даю, и у многих уже эти рецепты есть. Сегодня я в рецепты не буду углубляться, но эта смесь является скорой помощью тогда, когда, например, вас укачивает где-то в дороге, в самолёте, вы что-то переели, поехали в новую страну, покушали новое блюдо, и вдруг у вас там вздутие живота, вас тошнит, у вас метеоризм, вы чувствуете, что что-то не то. И вот эту смесь можно прям… Если вы знаете, что блюдо для вас незнакомо, можно сразу его добавить в блюдо, можно этой смесью прям в составе с базовым кокосовым маслом можно прям массировать по часовой стрелке ваш живот, для того, чтобы убрать вот это вот расстройство, дискомфорт. И в целом это такие базовые рекомендации по работе с этой смесью. И что очень важно, эта смесь великолепно работает на психосоматику, то есть она ещё параллельна благодаря… Мы же знаем, что эфирные масла, они достигают нашей лимбической системы, где у нас хранятся разные эмоции, разные травмы. И эфирные масла в данной смеси прям доходят до очага, где у нас сформируются какие-то внутренние конфликты, связанные с темой пищеварения, то есть у каждого может быть какой-то свой внутренний конфликт, и прорабатывают эту тему. Поэтому сейчас я расскажу вам, какие это могут быть моменты. Это, говоря про психосоматику, это отсутствие потери аппетита к жизни. То есть мы говорим про, когда у нас что-то не то с пищеварением, мы теряем аппетит, нам не хочется кушать. И в переносном смысле психосоматики это тоже связано с тем, что мы можем потерять аппетит к жизни. То есть что-то нам не нравится, нам не хочется двигаться вперёд, нам трудно усваивать новую информацию, опыт, принимать каких-то новых людей в свою жизнь. Чувствуем подавленность, апатию. Вот реально мы чувствуем, что и настолько забита у нас голова какими-то старыми травмами, эмоциями, мыслями, что нам даже очень трудно принимать какую-то новую информацию в нашу голову. Кстати, с этим тоже дзен-пищеварение на смесь работает. И когда мы её, неважно, мы её внутрь принимаем, неважно, мы её просто вдыхаем из флакончика или через аромодиффузор, дзен-пищеварение повышает нашу способность получать новую информацию. То есть что происходит? Идёт воздействие эфирных масел на нашу лимбическую систему. Какие-то старые страхи, старая информация уходит, какие-то новые нейронные связи начинают возникать. И когда очень много старого уходит, происходит некая перезагрузка, и на новое место, на пустое место, уже, естественно, легче загружается какая-то новая информация. Наша способность получать новую информацию увеличивается, принимать в жизни новые отношения. Вы же сами знаете, что когда у вас в жизни какой-то трудный период, например, развод, потеряли близких, ушли с работы, какие-то такие трансформационные моменты, и кажется, что я вроде хочу новые отношения, новых людей, но я как будто бы сейчас не готов. А потом как-то время проходит, получается, происходит перезагрузка, и вы говорите, нет, я вот уже готов к новым информациям, новым отношениям, кстати, тоже, к новому опыту, к новой работе, и готов быть открытым в своей жизни к новым возможностям. И вот что ещё важно здесь, дзен пищеварения, когда мы говорим про него, мы должны понимать, что мы вдыхаем этот аромат, мы его принимаем внутрь, мы ощущаем воздействие на лимбическую систему, и ещё очень хорошо при… когда вы чувствуете, что у вас и вздутие, когда вы чувствуете, что у вас дискомфорт в желудочно-кишечном тракте, когда вы чувствуете, что у вас в целом апатия к жизни, и вот как будто бы не хочется новых отношений, новых связей, вы можете с этой смесью даже делать массаж. То есть рецепт массажа вы тоже знаете из курса «Семейная аптечка». Если не знаете, можете всегда написать. Я вам подскажу. Можно делать с этой смесью прям массаж, и вы будете замечать, как у вас вот эти процессы перезагрузки происходят намного быстрее. То есть вы быстрее становитесь открытыми к новому опыту, к новым отношениям и так далее. И что очень важно, даже на наших курсах, я очень подробно об этом рассказываю, что не нужно ждать от любых альтернативных методов, например, таких как ароматерапия, быстрый результат. Почему? Потому что если мы думаем, что я буду кушать сладкое, сахар, лактозу, принимать там, кушать хлеб, не заниматься спортом, но при этом я буду вздутие убирать смесью джемпищеварения, и это мне прям будет помогать, нет. Потому что для того, чтобы что-то новое начало приходить, надо сначала убрать старое. То есть надо сначала организм почистить от всего того, что забирает у организма энергию и ресурс. А мы знаем, что и сахар, и лактоза, и алкоголь, и курение, и хлебобулочные, они забирают наш ресурс энергетический. И кажется, что нет, ну как же, я себя так хорошо чувствую после конфетки, но это всё очень обманчиво. Поэтому лучше сначала убрать ненужное, и потом уже начать добавлять нужное в наш организм, и в наш рацион. И ещё у нас есть по питанию, вернее, по пищеварению, такая смесь замечательная, с лименсатси. Это смесь метополическая, которую я включила тоже в сегодняшний вебинар, по пищеварению. Она не прямо, непосредственно работает на пищеварение, но она работает очень хорошо с нашей самооценкой и тоже с нашей психосоматикой. Благодаря тому, что в состав этой смеси входят эфирные масла, грейпфруты, лимоны, мяты перечные, эмбеля и корицы, эта смесь особенно очень хорошо подходит для женщин, потому что она помогает нормализовывать вес на физическом уровне и устранять психоэмоциональные причины веса. То есть когда у нас есть какие-то травматические ситуации, которые удерживают вес, и когда мы часто заедаем какую-то проблему сладким, и когда, например, девочке 20 лет, она выглядит очень-очень полно, то есть явно есть какая-то проблема, с которой нужно разбираться. И вот эта смесь помогает восстановить чувство собственного достоинства и помогает нам принять своё тело таким, какой оно есть, несмотря на размер и несмотря на вес. То есть что это даёт нам? Это нам даёт то, что я признаю, что у меня есть вес, что он лишний для моего возраста, мне в нём некомфортно. И я осознанно даю себе обещание, что я начинаю с этой ситуации, не произносим слова «проблема», говорим «ситуация». Я готова с этой ситуацией работать с самыми доступными разными способами для меня. Но при этом уже, будучи в этом состоянии, я своё тело люблю. И вот для того, чтобы любить не на словах, а любить на самом деле, вот действительно даже в этом весе полюбить себя от души искренне, а это очень сложно, потому что обычно, когда ты весен, ты не можешь с этим практически… Как тебе кажется, ты ничего не можешь с этим делать, хотя ты можешь, но тебе кажется, что ты не можешь. И ты подходишь к зеркалу, и тебе становится очень плохо от одного вида, что «Боже, какой вес!» и как бы ты там себе не говорил, что «нет, я люблю, я себя принимаю», это будут только слова. То есть это просто будет на уровне ума. Вот эта смесь её вдыхания, вот эти масла, которые начинают воздействовать на лимбическую систему, они начинают работать с нами и дают нам на самом деле на очень глубоком уровне понимание, что «да, я осознаю, что я с этой ситуацией буду работать, и я осознаю, что я действительно начинаю по-доброму относиться к своему весу даже вот в таком весе, в таких килограммах, и я себя принимаю». И тогда это происходит не на уровне разума ума, а на уровне действительно, на каком-то таком душевном уровне. Но здесь ещё хорошо, когда мы подключаем психологическую терапию, разные методики, энергопрактики, то есть это всё в комплексе, конечно, с большим весом, вообще с большим весом хорошо бы работать в комплексе. Но в целом, если базово по сегодняшнему вебинару, такому мы с вами уже 45 минут говорим, вот если базово взять за направление то, что сегодня я рассказала, здоровый образ жизни, устранение ненужного из своей жизни, из своего рациона, забота о теле, альтернативными методами, ароматерапия, энергопрактики, то здесь уже, конечно, всё начинает работать на вас. То есть не вы сидите там, ведь побочный вес, вернее, вес – это уже побочный эффект какого-то внутреннего дисбаланса на уровне пищеварительной системы. А если есть дисбаланс на уровне пищеварительной системы, значит, есть дисбаланс, какой-то внутренний конфликт. То есть всё здесь очень сильно взаимосвязано. И поэтому и работать тоже необходимо комплексно. Работаем с альтернативными методами, с ароматерапией, работаем с психосоматикой, помогаем себе и помогаем эфирным маслам и смесям влиять на себя, устранять внутренние конфликты тоже через эфирные масла. То есть эфирные масла воздействуют на нашу психосоматику, психосоматику определённых заболеваний, с которыми мы страдаем. И если это всё делать, и делать не тогда, когда уже наболело, а делать это стилем жизни, образом жизни, то очень многие вещи можно, знаете, прям реально решить. И вы знаете, я недавно для себя осознала очень важный лайфхак. Неожиданно. И я вдруг поняла, что я люблю летать, я часто летаю. И раньше, когда у меня, естественно, в самолёте кормят, там по дороге в аэропорт, там или когда ты летаешь из страны в страну, тоже там то кофе выпьешь, то там какую-то вкусняшку покушаешь. И это, конечно, тоже определенный дискомфорт, потому что ты чувствуешь, что у тебя сразу идёт сдутие, особенно если там, ну, подумала, что ну один раз ничего не будет, если я там между перелётами поем что-то сладкое. Ну, конечно же, будет, будет, сразу будет сдутие, сразу будет очень достаточно дискомфортно. Но я осознала, что когда у меня был чуть там побольше вес, и я там летала куда-то, и мне прям в самолёте было достаточно дискомфортно, потому что тебя ещё там кормят, тоже не всегда пищей, которую ты ешь. И это прям такая идёт накладка-накладка, ты прилетаешь, у тебя там опять лишний вес, у тебя опять там надо всё это заново начинать, потом опять спорт и так далее. А сейчас, например, нет, потому что сейчас настолько нет лично в моём опыте, в моей жизни всего ненужного, то и когда я летаю сейчас, я просто и не хочу ничего лишнего, ничего сладкого, и я как сажусь в самолёт в комфортном состоянии, так и выхожу из самолёта, и я себя поймала на мысли, что как классно, да, то есть мы же, то есть не делай сам себе, не создавай сам себе проблемы, то есть вот раньше я реально создавала себе проблемы, потому что я могла там что-то поесть и потом от этого страдать, потому что от сладкого, например, сразу идёт задержка жидкости, ты сразу какой-то становишься груз, грузный, сразу идёт какой-то вот там спад энергетики, и ты начинаешь, вот ты вроде поел, да, ты как-то там, ну, вроде бы получил какие-то там хорошие эмоции, и сразу потом у тебя идёт спад, и ты ещё сидишь и думаешь, ага, надо там побольше спортом позаниматься, надо там пойти масло какое-то, там, дай джезе, надо то, то есть и ты создаёшь себе очень много движухи, ненужной движухи, а когда у тебя этого нет, и ты осознанно говоришь, нет, ну а зачем мне это, и ты это не принимаешь, и ты как был в хорошем весе, так и остаёшься, ты как, тебе не нужно лишних движений для того, чтобы потом скинуть лишние килограммы, и когда я это для себя осознала, что, ага, я же себе, оказывается, там лишние движения сама придумала, и стало намного всё проще, поэтому всё-таки в нашей жизни начинается с нас. Что касается вас, если у вас есть какие-то вопросы по эфирным маслам, пожалуйста, напишите, у нас такой сегодня с вами базовый ознакомительный вебинар, и я хотела, чтобы вы на примере вот этих двух смесей, возможно, по-другому посмотрели, пересмотрели своё питание, и по-другому посмотрели на данные смеси, потому что здесь очень важно, как энергетически эти аромосмеси влияют на нас и помогают нам, даже простое вдыхание эфирных смесей из флакончика часто может убрать тягу к тому же сладкому, например, вот эта смесь Лименсаси компании Дотерра, она может совершенно спокойно, если вы чувствуете, что у вас идёт тяга к сладкому, значит, где-то у вас какой-то дискомфорт внутренний, начинается какой-то внутренний конфликт, какое-то недовольство, и в этот момент вы можете вдохнуть эту смесь, пойдёт работа с лимбической системой, и вы заметите через какой-то момент, что как-то странно вдруг перестало тянуть меня на вот этот кусочек сладкого, которому только что тянуло, потому что какой-то момент недовольства психологически какой-то момент закрылся, то есть вы не позволили ему перерасти на что-то большее. Вот, и да, это вот то, что было у нас с вами по ароматерапии как альтернативному методу. На самом деле методов очень много, с помощью которых можно, естественно, это нужно делать огромные курсы для того, чтобы с этим всем работать. Я, в принципе, планирую начать делать такие курсы, хотя бы мини-курсы, чтобы поболее точно работать с какими-то ситуациями, потому что очень много целительных методик, энергопрактик, ароматерапия, и вот это всё в сочетании, это, конечно, грандиозная работа, когда ты с этим работаешь, закрываешь очень много моментов в своей жизни, плюс отдельные целительные методики, с которыми, да, я работаю, это вообще отдельная тема, и сейчас вы будете прослушивать сеанс, вы этот тоже момент прочувствуете, и что я хочу рассказать вам про тоже целительный сеанс, вы, кстати, сегодня во время сеанса, это, ну, желательно подготовить вашу комнату, сейчас, когда мы с вами уже будем потихонечку готовиться, я хочу сказать, что во время сеанса вам нужно будет лежать, да, это будет целительный, даже не энергетический, а целительный сеанс, очень сильный, и я его буду вам давать на каждом таком вебинаре, пока мы его проводим летом, но я буду его давать только для онлайн-участников, то есть в записи этого сеанса не будет, и сейчас я вам расскажу, мы сейчас завершим эту запись, да, я вам расскажу более подробно, как работает этот сеанс, и сейчас я бы хотела, чтобы вы подготовили вашу комнату, где вы будете лежать, принимать сеанс, он длится всего лишь 18 минут, и можете, будет очень приятно, если вы подключите какое-то эфирное масло или смесь, ну, можете, например, если у вас сегодня есть какой-то дискомфорт, в пищеварительной системе, вы можете подключить смесь дайджет-дзен, да, дзен-пищеварение, или любую другую смесь, или эфирное масло, которое вам прям хочется сегодня иметь рядышком, даю вам буквально несколько минут, чтобы вы подготовили свою комнату, на минут 18-20 попросите, чтобы вас никто не беспокоил, вы будете слушать только музыку, да, мы подключим сейчас сеанс, этот сеанс в записи, да, то есть он уже записан, он будет с вами работать в записи, то есть вы будете слушать музыку, и на самом деле этот сеанс очень сильно работает на опорно-двигательный аппарат, на позвоночник, на мышцы, на суставы, на кости, на восстановление всех ваших чакр, на восстановление, в принципе, целительные сеансы, с которыми я работаю, да, по всему миру, они, допустим, сеанс может быть на опорно-двигательный аппарат, да, но при этом, если у вас есть какое-то заболевание, то есть энергии, они очень мудрые, они работают всегда там, где есть проблема, и, например, было удивительно в моем случае, когда я делала женщине 50-ти плюс лет сеанс на позвоночник, да, но при этом она забеременна, то есть это вот так вот работают у нас целительные сессии, поэтому сегодняшний сеанс, его база это опорно-двигательный аппарат, но при этом вы будете замечать каждую проработку там, где есть какая-то, например, проблема, боль, то же самое и пищеварение будет прорабатываться, и, значит, очень важно такие сеансы я вам буду давать каждую неделю, и еще несколько дней после того, как вы сегодня этот сеанс прослушаете, то есть несколько дней и потом несколько месяцев, да, эта работа с вами еще будет происходить, то есть на самом деле почему я не даю в записи этот сеанс, потому что смысл переслушивать каждый день этот сеанс в записи нет, его этого смысла нет, почему? Потому что вот сегодня мы с вами сделаем разовый 20-минутный сеанс и еще от, то есть еще месяц, два-три у вас будет идти некая динамика, вы будете замечать, поэтому я вас попрошу, пожалуйста, пишите, пожалуйста, в комментариях, пишите на канале Телеграм, именно вот после этих сессий, как вы себя чувствуете, что вы, то есть не обязательно сегодня, да, вот в следующей неделе, месяце, пожалуйста, какую-то динамику будете замечать, пожалуйста, пишите, мне будет очень приятно, вот, ну, а в целом сейчас, как я уже сказала, подготовьте вашу комнату с эфирными маслами, смесями, мы сейчас с вами начнем погружение, можете вдыхать любую эфирную смесь или масло из флакончика во время сеанса, но это не обязательно, аромодиффузора будет достаточно, и как вы принимаете сеанс, вы просто ложитесь, да, звездочкой, руки, ноги не скрещиваете, и все, то есть все, что вам нужно сделать, это максимально расслабиться, для того, чтобы этот сеанс мог с вами работать на полную мощность, вот просто максимально расслабьтесь, и на 20 минут мы с вами будем работать, а в конце, если вы вдруг заснете, пожалуйста, спите, все нормально, вот так, и, кстати, да, если, по-моему, вопросов у нас нет с вами, поэтому мы сейчас эту запись уже выключим, и начнем с вами целительный сеанс, на благо, те, кто не попали сегодня в прямом эфире на прослушивание сеанса, пожалуйста, приходите на следующий вебинар через неделю, уже на другой оздоровительный вебинар, и там у вас будет возможность еще раз поучаствовать вот в таком сеансе, и, в принципе, на этом теоретическая часть нашего вебинара по пищеварению она завершена. Окей, переходим к сеансам. к сеансам.